Мы с тобой стоим на древней улице. Такая вот старая коммуникация города, улица Спаска. На многих домах еще висят таблички Свердлово, Спаска. Вот здесь с тобой не просто так. Нас интересует вот это вот здание. Это здание, оно знаменито тем, что здесь 19 января 1828 года останавливался тайный советник Филипп. Филиппович Вигель. Ну, кто такой Филипп Филиппович Вигель? Это автор скандальных мемуаров, которые подняли ажиотаж, в общем-то поставили на уши, всю элиту Российской империи. Это человек, который был близко знаком со многими первыми лицами. Он знал Павла Первого. Он был знаком с императором Николаем Первым, когда тот был еще великим князем. Он был знаком с императорской семьей. Он очень тесно общался и оставил воспоминания о целом клане Воронцовых, Голицыных, Ташковых. Он был на короткой ноге с Пушкиным, Боротынским, Батюшковым, Адоевским, Гоголем, Белинским. Он обедал с Апальным, с Пирамским и Горофом Растопченым. Это человек, который лично общался с наполеоновским генералом Вернадотом, ставшим к тому времени королем Швеции, и герцогом Галлингтоном. То есть его жизнь проходила в непрерывных путешествиях. Здесь, в Николаеве, он задержался на целых три недели. Вот в 1864 году, спустя 8 лет после смерти Филиппа Филипповича Вигеля, а умер он в чине тайного советника. Ну, тайный советник – это гражданский генерал-лейтенант. То есть вот он дослужился. И редакция «Русского вестника» опубликовала мемуары Филиппа Филипповича Вигеля. Это была бомба. Филипп Филиппович Вигель – человек с непростой биографией. Он родился 19, извини, 18 февраля 1786 года в имении Сангбор Пензенской губернии. Его отец родился в хорошей дворянской семье. Его отец – отставной генерал. В эпоху Павла Первого они попали в опалу все. Их приютил князь Сергей Голицын, свое имение казацкое, которое было в Ярославской губернии. Правление Павла Первого – это вообще… Но это было стрёмное время для всего дворянства. То есть вот в имении Голицына собрались 17 семей гвардейских офицеров, высших гвардейских офицеров, которые попали императору под горячую руку. Вот старик Голицын их кормил, поил. То есть у него какие-то накладные расходы он терпел. Он терпел. То есть вот три года подряд, с 1797 по 1800. Здесь же поселились вигели. И вот вигель в своих воспоминаниях говорит о барской спесе Голицыных, об их равнодушии, об их сословной непримиримости. То есть все, что угодно, только недоброе. Голицын для своих детей у него было аж 10 штук, 10 сыновей. У него никакие уши не натягивались. У них там разная судьба, это уже, так сказать, немножко тема не нашей передачи. И для детей офицеров, и для вигеля взял преподавать словесность не кого-нибудь, а самого Ивана Андреевича Крылова. Базнописца. И тот, естественно, у него поселился на эти три года. И вигель говорит о том, что Крылов – это медвежий певец. У него все сердце в желудке, он обжора, неряха. Он не может ни ненавидеть, ни любить. Он не может проявлять эмоции. У него сердце в желудке, ему надо только есть, спать и удовлетворять самые низменные потребности. То есть читаешь другие воспоминания Крылова, то есть там все до наоборот. То есть это был трудолюбивый, сопереживающий, веселый человек. В 1800 году родители отправляют вигеля в архив Министерства иностранных дел в Москве. Там знакомятся с Блудовым, с братьями Тургеневыми, с Булгаковыми. То есть с людьми, которые будут играть очень большую роль в управлении Российской империей. То есть с будущей элитой. Он там очень быстро движется по службе. То есть он там встает чиновником 10 класса. От колледжского регистратора там сразу. Эта карьера делает его плохим человеком. То есть он становится напыщенным. И как говорит Андрей Еврейнов, это его сослуживец, он входил к нам в присутствие, как коммергер входит в тронный зал. Поскольку с ним работали люди непростые, они его давили на свои рычаги. Он всех же родственники там при дворе. И его быстро выгнали в Петербург. То есть как сказал Еврейнов, он оставил наше веселое братство. То есть они его выперли просто оттуда. Он переезжает в Петербург, в Министерство иностранных дел. В 1805 году участвует в знаменитом посольстве графа Головкина в Китай. Однако, имея склоченный характер, он не доезжает до Поднебесной империи. Его выгоняет в кяхте. И знаешь за что? Ну, склоченный характер это понятно. Это мотивация. Его выгоняет за подозрение в садомском грехе. В гомосексуализме. В конце концов, он попадает... Его отсылают из посольства, он попадает опять в Министерство иностранных дел. Здесь его друг Дмитрий Блудов, который сделал уже там замечательную карьеру. То есть он стал там чуть ли не руководить департаментом иностранных дел. Граф Францов берет его своим вице-губернатором Бессарабии. Что он делает в Бессарабии? У него полностью отсутствует любое системное административное мышление. То есть он вообще какой-то разбросанный. Он там пишет какие-то мемуары своему, по барабану то, что происходит. Он вовремя не обеспечивает подводы для русской армии в русско-турецкой войне. Плюс ко всему ссорится с гильдийскими купцами. В конце концов, Кваранцову это надоедает. Он его ссылает, вернее убирает его с должности и посылает к керченским городоначальникам. Здесь тоже не заладилось. Этот парень берет белую вторую линию таможен и свою мзду берет с каждой подводы. Обратно же авторитетным торговцам, грекам, это не понравилось. Они тоже нажали там свои какие-то рычаги в Петербурге, его выкинули. Из керченских городоначальников опять за штат новороссийского губернатора. И вот у него тут начинается свободное время. Он получает оклад, баранцов его там ничем не обременяет абсолютно. И он начинает разъезжать по городам и весям, по приморским городам. Он знакомится с Пушкиным, читает ему свои записки. То есть он там с ним на короткой ноге. Пушкин как раз находится в это время в Южной ссылке. И 19 января он прибывает сюда, в это здание. Ну что такое это здание, это окрая до города. То есть хочешь, что ты целый статский советник. Он тогда, да, был статским советником. А статский советник это уже генерал, генерал-майор. Ну там поселись где-нибудь там в приличном месте. Нет, он скупой, он экономит. Он находится здесь и начинает с гусиного пера начинает литься желчь. Я тут нахожусь в карантине. Он заболел. И поэтому мне тут еще торчать три недели. Меня посетил Федоров, это полицемейстер. И посоветовал мне прийти к Грейгу, которого я немножко знал. И вот он приходит к Грейгу, берет пролетку. Отсюда едет к дому главного командира Черноморского флота. К Вигеле уже относится плохо, потому что он читает свои записки. Вот эти вот желчные. Плохо относятся. И говорит, вот буквально близко к тексту. Я захожу в присутствие Грейга. И слуга говорит мне, что можно заходить без доклада. Я иду через антиладу комнат. И упираюсь в накрытый для обеда стол. Грейг смотрит на меня, что-то цедит сквозь губы. Отворачивается, идет другой конец зала. Зато ко мне подходит его очаровательная жена. Юлия Грейг. Об этой женщине можно говорить все, что угодно. Ее таинственная биография будоражит всех, оказывается. Он пишет там. Эта жидовка, которая работала в трактире под именем Лия. А при крещении взяла себе литер Айю и превратилась в Юлию Михайловну. Заработала свои капиталы на спекуляции корабельным лесом. Она вышла замуж сначала за капитана Кульчицкого. прежней польской армии. Потом с ним развелась и приехала в Николаев сбывать свой драгоценный лес. Очень жаль, что Грейг ее подобрал. Она на три четверти умолила его успех. Вот этим заканчивается. Понимаешь, все вот это вот расходится. По офицерским кругам острадает кто? Мич Мандаль. Бедный. Понимаешь? То есть ему приписывают все вот это вот. Ну, всю эту гадость там. Такие же воспоминания он вставляет о Херсонском губернаторе, так и о Наруковском городоначальнике. Еще о массе людей. То есть он их просто обливает грязью. Все-таки обращается против него, причем его обволакивает вот такая толпа сплетит о том, что он гомосексуалист, он подвержен садомскому греху. Воронцову это надоедает, он его отправляет в Питер. Все. В распоряжении Министерства иностранных дел. И здесь он, соответственно, начинается его путешествие по империи и по Европе. Он встречается с Бернадотом, с Хеллингтоном. Он наполняет конфиденциальные поручения Министра. Очень активно занимается литературной деятельностью. То есть он зачитывает свои там отрывки из дневника, которые лягут в основу мемуаров. Он ругает Гоголя за его ревизор. Говорит, что это клевета на Россию в пяти действиях. Нельзя так писать о России, потому что я часто бываю в выездных городах. Я знаю, что все это не так. Он пишет донос на Чаадаева. Именно вот с доноса Вигеля начинается гонение на Чаадаева. Его объявляют умалишенным. Пишет донос на Иринарха Введенского. То есть это вот словесник русский, преподаватель Московского университета. То есть он отмечается вот такими вот делами. В конце концов, в 1840 году он уходит в отставку. В 1856 году он умирает на руках наемной прислуги. У него ни семьи, ни детей, ничего. В 1864-м русский вестник публикует с большими купюрами эти мемуары. Все были заварены этой желчью. Ну, в конце концов, редакторы русского вестника были такие вот люди здравомыслящие. После того, как это было все издано, начался скандал. Но через 30 лет, в 1791-1993 году, эти мемуары были переизданы. То есть уже появилось не три тома, а восемь томов почти без купюр. То есть там так и написано. Записки Вигеля, воспоминания, филейтоны, пасквили. Но всех переплюнули большевики. В 1828 году они издали академическое... В 1928 году они издали академическое издание сочинения Вигеля. То есть со всеми комментариями, с учеными, со всеми делами, со ссылками и так далее. И тому подобное. Зачем они это сделали? Ну, это вот есть такой у нас эльпортеровед. Штольцев говорит о том, что большевистское правительство пыталось таким образом бороться с остатками монархизма через публикацию отъявленного монархиста, тайного советника Филиппа Филипповича Вигеля. Вот этот человек пребывал в этом здании целых три недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова